Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. 23 мая. Давно я не отвечала на вопросы зрителей, не читала вам комментарии. Сейчас быстренько пробежимся, потому что, ну вы понимаете, почему я сейчас редко это делаю. Все время занято в огороде высадкой. Все высаживаю, высаживаю, высаживаю. Сегодня, когда у меня спросили, вопрос задали, когда я показала вот это томатное поле. Я вчера сфотографировала. Сказали, о, сколько много, наверное, у вас помощники есть. А я ответила, просто чтобы человек сам задумался. Если бы у меня были помощники, то бригада помощников высадила бы за два дня. А вы представьте, я высаживаю уже второй месяц. Все высаживаю, высаживаю, высаживаю. И я тогда ответила, ну вот подумайте сами, есть у меня помощники или нет. Если высадка тянется второй месяц, то, наверное, тут, как есть выражение такое, не очень такое красивое, что в одну харю вот и высаживаешь помаленьку. Мне Катя нынче, конечно, помогает, но она начала сейчас, как, высаживать уже в самом конце. Естественно, что в теплицу почти все я сама лично высаживала, потому что человек, который первый раз занимается огородом, он еще не обладает, и я не очень еще доверяю, да, вот сейчас маленько она научилась, и то оказалось, что научить человека, начинающего огородника, всем премудростям, это очень сложно. Я, если честно, думала, ну я расскажу, покажу, и все, и у нее все как по маслу. А нет, не получается сразу. Вот про колорадских жуков пишут, что считала, что на Алтае нет колорадских жуков, значит, скоро доберутся до Красноярска. Но я сколько себя помню, взрослую, да, в детстве у нас не было колорадских жуков, вот у родителей, но я вот сколько помню, я 40 лет занимаюсь огородом, у нас лет 35 колорадские жуки есть. Сначала было единично, сейчас прям нашествие, но столько, сколько в этом году не было никогда. Да, все со мной согласны, все пишут, что кто 30 лет, кто 40 лет занимается огородом, есть там даже кто-то 50 лет в огороде, все это. Никогда таких колорадских жуков не было, ну в смысле столько по количеству. Нынче год вообще какой-то аномальный. Вот Туяна Гомбоева спрашивает, ткань ваша защищает от ультрафиолета? Я не поняла, знака вопроса нет, это она утверждает или это она спрашивает, поэтому едем дальше. Этот вопрос, он оказался без, ну как, не знаю я, может быть. Так, вот она же пишет, скажите, ночью плюс 2 высадила томаты, 2 градуса критично или нет? Укрыто 60 агроспаном. Если они укрыты агроспаном, то 2 градуса для них не критично. Если бы они были голенькие, то тогда можно было бы беспокоиться. Вот Люда Панчихин говорит, я бы не дождалась до утра, побежала бы ночью посмотреть из середины теплицы. Но я по ночам в дождь не хожу по огороду, если честно. Так, вот Людмила Хохрякова пишет. Помидорки цветут, семена ваши, но плодов нет. Также был подогрев грунта, высадила на 10 дней позже вас. Живу на Дальнем Востоке, днем у нас тепло, ночи прохладно и можно подкормить. Посоветуйте, пожалуйста. Ну смотрите, Люд, вот это опять же та самая ситуация, когда вопрос задан и нет никаких вводных данных, на которые я никак не могу вам дать ответ. Смотрите, я не знаю... Так, вот был подогрев грунта вначале. Я не знаю, какая у вас сейчас температура. Если вы пишете, ночи прохладные, может быть у них какое-то идет торможение, как говорят, что приостанавливаются они в росте. Если низкие температуры, земля может быть сейчас остывает у вас так, что... Бывает такое, они какое-то время сидят в одной паре, сидят, сидят, сидят. Как только наступает благоприятная температура, они начинают. Потом про подкормки. Может подкормить? Я не знаю, что вы вкладывали в грунт, что вы добавляли при посадке. И как может быть какой-то совет о подкормке, если я вообще ничего не знаю. Готовили ли вы почву? Были ли какие-то уже туда вмешательства? Но я, например... Нужно знать, конечно, и температуру, и состав грунта, и все. Я ничего вам не скажу. Я единственное, что скажу, в таком случае, когда вот идет, так бы сказать, приостановка, вроде цветут, а плодов нет. Или люди просто ждут, когда более благоприятные условия, или обрабатывают вот этими регуляторами роста, опять же, вот этими безвредными, которыми вы не можете навредить. Вот этот эпин можно сделать опрыскивание, бутон, различные витаминные опрыскивания. Люди янтарной кислотой опрыскивают. Вполне возможно, если сейчас у вас подогрева грунта нет, ночи холодные, может быть, земля у вас недостаточно теплая, и корневая система испытывает там, может быть, как угнетена, и может быть, вам поможет и янтарная кислота, а может быть, просто какой-нибудь вот антистресс. Про подкормку я здесь ничего не скажу. Я не думаю, что если вы подкормите, но если ночи холодные, то это чем-то поможет. Обычно вот в таких ситуациях используем мы именно вот эти вот стимуляторы, регуляторы роста. Подкормка, она уже может быть потом. Не знаю, ничего не могу сказать, потому что не обладаю полными вводными данными. Скажешь что-нибудь, а вдруг вам это вообще не подходит. И вот Людмила пишет, какие у вас толстые стебли, а у меня тоненькие какие-то, не знаю, как их еще держать или сажать уже в грунт. Но сажать или нет в грунт, это не зависит от толщины стебля, это зависит от температуры, которая устанавливается на улице, подходит она или нет, комфортная она или нет. А то, что толстые они у меня, я вам говорю, что это не моя заслуга, это характеристики сорта. Вот в данном случае здесь сорт, наверное, толстоногий, и у него просто толстый стволик. Но у меня тоже есть и тонкие всякие, есть с желтыми листьями. Вся рассада разная, и в большинстве, вот как она выглядит в рассаде, большей части зависит от сорта. Есть сорта такие крепыши, а есть худенькие, тоненькие. Вот я Казанова высаживала на той неделе, но на него смотреть без слез невозможно. Он какой-то тонкий, весь какой-то изогнутый, весь его стоя не стоит. Его лежа надо двум людям, один должен нести корень, а другой должен нести вот этот хвост, который длинный-предлинный. Ну и такие я тоже высаживаю. Он в открытом грунте, поверьте, окрепнет намного быстрее, чем в стаканчиках. В стаканчиках они еще больше замучиваются. Вот Марина пишет, Ольга, вы заходите в уральскую теплицу, у вас звук, как в театре, да, там даже какое-то эхо, там именно вот такое большое помещение, и как-то оно так сконструировано, что заходишь, аж отдаётся, голос, как в горах. Так. Вот Юлия Лукина спрашивает, скажите, как поступить? Высадила баклажаны в грядке под дуги с укрывным. Во вторник обещают плюс восемь ночью, как думаете, стоит накрыть их еще слоем укрывного или оставить под одним? Но я думаю, что плюс восемь, это не такая страшная температура, тем более, если они у вас уже еще укрыты, а если еще днем, ну это ночью плюс восемь, а днем же будет намного выше температура, если еще днем солнечная земля прогреется, то ничего страшного не будет, градусов десять там все равно будет. Конечно, это не та температура, при которой они растут, как некомфортная, но перетерпеть вот такое кратковременное понижение до десяти градусов, и перцы, и баклажаны вполне могут. Вот у меня сегодня ночью плюс десять, я их даже не укрывала, они стоят. Вот у кого-то так холодно, что перцы померзли в открытом грунте, не укрыла, Ольга Торбик пишет. Конечно, очень жаль, но у каждого огородника в его истории обязательно есть один или два случая, когда что-то замерзало, что-то погибало. На то у нас и огородничество считается, вот как рискованное земледелие. Мы все живем почти вот в этой зоне рискованного земледелия. У меня тоже не раз и перцы, и томаты замерзали. Ну, без этого никак. Нина Будюкина спрашивает, на зиму будете убирать эти мини-парнички или нет? Это вот пропорника огрыщит. Я буду снимать только белую вот эту ткань. А вот саму конструкцию металлическую я оставлю, потому что вы видели, как мы чудо-теплицу, если кто видел, мы не только вкопали, но мы еще заякорили ее туда. И вот этот парничок, я с мужем тоже посоветовалась. Я говорю, как ты думаешь, может быть, его тоже пришпилить какими-то железными шпильками из арматуры? Ну, он сказал, что пока она у меня открытая, ее и так не удует. Ее удувает обычно вот эту чудо-теплицу. Некоторые говорят, что удувает, потому что она, как дверь открытая, она как бы зонтиком, как парусом. Она раз, ветер может туда внутрь и подхватить. А если открытый я перца держу, то ее не удует. На зиму буду тент убирать, а металлоконструкции, все они там навсегда. Ну, и тут вот пишет одна зрительница или зритель, непонятно кто, что каждый год ставили дугу и натягивали пленку, закрывали, открывали. Я делала точно так же. Я в прошлом году показывала, что у меня была такая же чудо-теплица, вот как сейчас чудо-теплица, только низкая. Я сама собственноручно вшивала всегда замки, открывала, закрывала, утром открывала замочки, вечером закрывала. И вот когда люди пишут, что эти замки в чудо-теплице выйдут из строя в первый же год, я с этой проблемой сталкивалась, когда шила сама собственноручно вот такие чудо-теплицы, ну, то есть вот эти тоннели. Да, самое слабое место в них – это замки. Но после того, как один раз у меня сломался замок, на тех, на моих самодельных, второй раз сломался замок, я начала как бы больше вникать и думать, почему именно ломается замок. Оказывается, вот во время вот этой работы, во время эксплуатации вот этих моих теплиц, топорников, тоннелей, в замки вот в эти там, в мельчайшие, там же эти, ну, всякие дырочки, туда набивается пыль попросту, земля, пыль, грязь. И когда начинаешь застегивать, если особенно не очень аккуратно, быстро поторопишься, раздернешь, и она из-за этой пыли грязь. Но я приспособилась так, я вот один сезон отработаю, как одну весну, я потом беру, и даже можно не разбирая их прополоскать, я прям беру, как полторашку наливаю воду, дырку проделываю, и такой, как сказать, резкой струей, вот как, смачиваю, как объяснить-то, смачиваю эти, в раскрытом состоянии, вот эти молнии, прям смачиваю, как бы выбивая вот этой водяной струей, всю грязь, и всю пыль с этих молний. И потом, после того, как они просохнут, начинаешь застегиваться, они как новые, идут как по маслу. Ну, или, естественно, когда вы собрали, например, то можно прополоскать прям это место, где замок, промыть хорошо, чтобы пыли там не осталось. Если там останется пыль и грязь на следующий сезон, когда мы натянем эти теплички и будем застегивать, замок обязательно сломается. У меня сломалось огромное количество замков на молниях. Перед тем, как я вот поняла, нашла вот этот выход из положения, вот этой струей, прям пробиваю, промываю, особенно, когда вот эти, есть такие ветры с пылью, какие-то суховеи, которые пыль, забиваются же во все углы, во все маленькие такие крошечные там дырочки, и эти молнии, они сильно забиваются, только из-за этого замки выходят из строя. А вообще у них больше нет причин выходить из строя. И вот с чудо-теплицы я решила тоже так. Я когда буду осенью снимать этот, вот этот тент, я же обязательно его, я его в ванне налью воды с порошком, я его прополощу, как от грязи отмою, и обязательно, очень тщательно отмою эти замки. Может быть, просто струей душа, а может быть, даже щеточкой пройдусь зубной. У меня вот, где надо промыть такие маленькие детали, я всегда старой зубной щеткой вычищаю все. Я думаю, что замок не сломается. Некоторые пишут, на второй сезон уже полетел, но тут надо просто когда знать, от чего он ломается, и какие меры предосторожности, или там меры профилактики от поломок, применять. Так, вот, пишут тоже, кому-то завтра с чудо-теплицей придет посылка. Пишут, обожаю весну, земля черная, сорняков нет, в общем, красота. Да, вот кто-то спрашивает, а почему у вас нет травы вот на этом поле? Но люди, может быть, не понимают, но ее еще нет, потому что она, земля же только перекопана, мы только что высадили, еще никакая трава не выросла, она там в зачатке. Вот только-только сейчас начинает показываться, и если сейчас дней 10 не сделать ничего, я вот буду делать опять затирку, которую я показывала, буду прямо ее стирать с лица земли, если никакой профилактики вот этим сорнякам не сделать, борьбу не провести, это поле зарастет очень быстро, за 10 дней оно затянется всю траву, и там почва удобрена, поливаем, сорняки растут как бешеные. Вот про испанские сладкие хорошо дозревают, пишут. Елена Овчинникова пишет, Каева молодец, Ольга, я все думала, думаю, что на даче надо отдыхать, сидеть, лежать, наслаждаться пением птичек, надоел огород, а оказывается труд, это польза для здоровья. Вы очень хороший пример показали, спасибо, буду в дальнейшем не снижать посадки. Надо с возрастом наоборот повышать, потому что я года 3 назад у меня была такая дилемма, как повысить свою активность, потому что при выходе на пенсию все равно физическую нагрузку мы снижаем, организм застаивается, залеживается, а нашим суставам нужно движение, нужно, чтобы кровообращение у нас у пожилых людей не снижалось, а наоборот разгонять кровь, короче, нужно. И вот у меня был выбор, или идти в тренажерный зал, или как-то какую-то нагрузку по дому искать, чтобы была нагрузка, и главное, систематическая, ежедневная, а не так, что как мы ходим иногда спортом заниматься, мы вот с подругой, ну, лет 10 назад пытались, два раза сходим в тренажерку, потом две недели, некогда, некогда, некогда. А если ты насадишь растение, ты чувствуешь свою ответственность, и ты все равно волей-неволей, ты будешь ежедневно ходить, что-то делать, и эти приседания, и эти, как я говорю, скручивания. Единственное, что растяжку спины я делаю, конечно, не в огороде, а дома прихожу, как мне врач сказал, приходите после рабочего дня, прям ложитесь на пол, и растяжку спины, как мы же крючком скручившись стоим там весь день, в обратную сторону потянитесь раз 5-10, и этого достаточно. В одну сторону мы скручиваемся в огороде, а в другую сторону принудительно дома, я сейчас приспособилась, прям вечером лежа на кровати, ложусь сплошмя на живот, и растяжку в другую сторону делаю. Вот и все, не надо никакую тренажерку, а поход в тренажерный зал меня остановил, потому что, во-первых, у нас город же не очень такой, так инфраструктура не очень развитая, у нас тренажерных залов не так много, во-первых, а во-вторых, там одна молодежь. Мне просто, я представила зрелище такое, ходят там молодые, такие стройные девушки на тренажерах, ну, с маникюром, с макияжем, ходят так двумя пальчиками, оттягиваются, там подтягиваются, и заходит такая бабушка-огородница с такими, на меня, наверное, даже спортивную форму-то красиво не подберешь. Я просто побоялась, что на меня все будут ходить, смотреть, как это уникальное зрелище. Бабка под 60 лет пришла на тренажерный зал тренироваться. Многие подумают, что пришла, наверное, там фигуру восстановить, может, хочет замуж снова выйти, или найти себе какого-то. Они не думают, что человек может приходить в тренажерный зал просто, чтобы здоровье поправить, чтобы, например, там полечить свою спину. Короче, от мысли, от похода в тренажерный зал я отказалась, когда я представила, как я буду там выглядеть смешно на фоне вот этой молодежи. Туда же ходит одна молодежь. У меня и одежды-то для тренажерки нет. Я решила, что лучше, чем огород, тренажерного зала мне не найти. Поэтому я с каждым годом все увеличиваю, увеличиваю количество растений, и здоровье все лучше и лучше. Это правда. Уже мне тренажерка не нужна. Каждый день читаю несколько вопросов. Так много томатов для продажи. Это ваш бизнес. Это ваш бизнес. Желаю удачи и больших урожаев. Но зачем людям эта информация? Я вот вчера отвечала на один вопрос тоже, что бизнес – это когда люди, ну, в результате бизнеса своего, на результате бизнеса покупают виллы на побережье океана, летают в отпуск за границу. А когда человек занимается, чтобы накопить деньги, чтобы крышу перекрыть, это называется не бизнес. У нас это называется для поддержания штанов. Чтобы вообще не остаться с голой задницей, хоть немножко, чтобы иметь возможность, потому что на пенсию, естественно, я не рассчитываю. Все умные люди понимают, что на 9 тысяч прожить очень сложно и почти нереально. Если живешь в частном доме, если делать какой-то ремонт, если купить какую-то себе теплицу в огород, ну, об этом даже стоит вообще забыть. И значит прекратится вообще все это обновление, будет только все стареть и ветшать, как называется, доживание. Чтобы вот это наше доживание не превратилось в выживание, приходится заниматься. А еще знаете, что еще очень хорошо, когда у вас удачно совпадет вот ваше занятие, как у меня, вот это мое хобби. Если оно еще приносит какой-то доход, и если ты еще получаешь удовольствие, если ты еще оздоравливаешься, то я не знаю, можно это назвать бизнесом или нет. Конечно, нет, это не бизнес, это стиль жизни. Так, дожди каждый день у кого-то вот пишет. Плюс 1 тепла, все помидоры повсенели. Да, 1 градус это, конечно, маловато. Вот опять какой-то демон, демон интересуется. Это вам подарили? Так и хочется сказать. Ну, вам больше нечего спросить. Люди заходят на канал, где как бы обучающие, где там показываю, я свой опыт рассказываю, и один вопрос только. А это подарили вам? А это реклама? И вот опять кот в сапогах. Зачем вы людей обманываете? Это парник многим блогерам на обзор присылает. Это просто реклама. Я вот, мне, конечно, не хочется быть грубой, но таких людей я просто хочу просто убирать, потому что тебе какая разница, реклама, не реклама? Я уже устала объяснять, что да, другим дали на обзор, а я успела уже до этого купить. Ну, считайте, как хотите. Если вам нравится считать это рекламой, считайте это рекламой. Я пока просто рассказываю, как я там высаживаю, я показываю. И если мне понравится этот агро-щит, я осенью с удовольствием сниму прям рекламный ролик. Да, это будет реклама. Кому-то интересно на продажу или нет? Кому-то интересно реклама или нет? Что делают эти люди странные на моем канале, где огородная азбука? Я не знаю. Ольга Иванова спрашивает. Скажите, пожалуйста, ствол утомата раздвоился почти у самой земли. Это нормально или нет? Что делать? Уже рассада высотой 40-50 сантиметров. Но вы не написали у томата, у одного томата или у некоторых томатов, или у многих томатов. Если у одного томата, это бывает иногда. Это ненормально, но иногда бывает. Потому что все растения тоже так, как и люди, не могут быть одинаковые. У меня, если много, например, рассады, то я выбираю те, которые развиваются по обычному сценарию. Но если, например, их всего 4, а один из них раздвоился, я оставляю его. Все равно вы, скорее всего, потом будете формировать в 2 ствола. Ну и пусть они сразу от земли раздвоились. Ну, вообще-то это ненормально, конечно. Третью неделю идет дождь. Холодно. Подскажите, чем подкормить томаты? Те, которые в теплице, им комфортно, в открытом грунте, боюсь, пропадут. Ну, во-первых, про подкормку опять. Подкормка должна быть обоснованная и должна быть в каждом случае отдельная и разная. Если у вас холодно, то какая-то подкормка, например, полностью комплексная, она ситуация не изменит. Если холодно и им плохо, тут, опять же, я говорю, тут лучше вот какие-то регуляторы роста, иммуностимуляторы, такие как эпин, такие как янтарная кислота, делать просто опрыскивание. А подкормку опять, чем подкормить томаты? Я же не знаю, делали ли весной вы что-то, закладку в лунку, добавляли ли вы что-то в грунт. Поэтому вот такие вопросы, они бессмысленны. Я никогда не скажу, чем подкормить томаты, не зная, что вы уже туда наложили, добавили, что уже там есть. Потому что если вы что-то уже туда добавили, то вам, возможно, подкормка и не нужна. И в каком... Вот вы написали, третью неделю идет дождь. Какой возраст рассады? Давно ли вы высадили? И в какой они фазе? Потому что сразу после высадки полмесяца люди... Обычно никто не подкармливает. Они как раз укореняются, все. Про подкормки у каждого. Я вот уже много раз говорила. У каждого своя ситуация, даже в одном огороде. Где-то грунт уже удобренный, там, возможно, ничего не надо. А где-то вы, может быть, ничего не добавляли. Может быть, вам уже давно пора сделать комплексную подкормку, азот фосфор калий. А иногда они... Эта подкормка ничего и не даст. Если им и так холодно и плохо, если у них корневая не развивается, вы добавите подкормку. Но взять они из-за того, что холодный грунт, ничего не смогут. Когда сильно холодно, вот эта корневая подкормка, которая считается традиционной, которую привыкли все, что в лунку полить, она иногда даже бывает бессмысленна, если холодно, и если растения сидят и так еле выживают. Сделайте опрыскивание иммуностимуляторами, повысить иммунитет, снять стресс, помочь пережить им вот этот вот сложный, холодный период. Как бороться с паутинным клещом? Ну, бороться с паутинным клещом можно по-разному. Можете опрыскать фитовермом. Это вот самое такое распространенное средство. Это биопрепарат, который безвредный. Можете делать народными средствами, вот как сыворотка, опрыскивать с обоих сторон листья огурцов, но регулярно. Можете, там есть какие-то еще биопрепараты. Многие борются по-разному. Есть вот это, какая она, забыла название средства. Но с паутинным клещом вы должны, если средства будете выбирать, проконсультируйтесь с продавцом в магазине. Это должны быть обязательно акарициды. Это отдельная такая группа этих средств, которые именно направлены на борьбу с паутинным клещом. Основная масса других, даже химических вот этих интексицидов, она на паутинный клещ не действует. Вот фитоверм, многие, и опять же, смотря в какой стадии у вас огурцы, если у вас уже огурцы с завязью, они же быстро формируют огурчики. Если они с завязью, то лучше, конечно, только биопрепараты использовать. Вот фитоверм идеальное средство. Я знаю, что многие им обрабатывают. И вот Татьяна же спрашивает, а как разводить сыворотку для работки? Я уже говорила, что если обезжиренное молоко или обезжиренный кефир, то значит сыворотка у вас тоже получается обезжиренная. Ее можно или вообще не разводить, или разводить один к одному, но минимальная такая. Если вот как я делала в последний раз, молоко 3,2, все-таки это жирное. Я разводила один к трем. Кефир 2% я разводила один. Не помню. Ну, короче, все зависит от жирности молока. Молоко деревенское, жирное. Я уже сегодня про томаты, когда рассказывала, говорила, некоторые разводят один к пяти, или один даже к десяти. Количество вот этих долей зависит от жирности продукта изначально, из которого вы получаете сыворотку. Вот это я вообще ничего не поняла. Сама сообразить не можешь, если и разрыхлишь, ковырнешь, кое-где и узнаешь. То ли она мне говорит, то ли кому. Сообразить не можешь, не знаю. В Болгарии тоже идет дождь, живко пишет. Вот тоже непонятно. Вы помидоры 2 рядом сажаете, или корни крестиком сажает? Не знаю. Обалдеть. Вот тебе Сибирь. У нас в Белоруссии все заморозки и ночные. Вот так ничего и не высадишь. Но я говорю, все перевернулось с ног на голову. Пишут из Киева холодина. Пишут из Белоруссии холодина. Минусовые ночью. А у нас благодать. Ну, нынче это мне подарок в год крыс. Точно природа меня подает. Скажет, хоть один раз, пусть будет у них весна без заморозков, без холода, без града, без снега. Я как вспомню, как в прошлом году тоннели высадила, все, они там хорошие уже были. Как завалило снегом. И столько было снега, что даже тоннели начали провисать, и на помидоры начало вот это все укладываться. Лопатами сгребали, вениками, метлами. Это кошмар. Вот как раз в это время, в средине мая было. Вот пишет Алла, можно посадить перепревший навоз без земли? Навозу несколько лет. Вы знаете, если навозу несколько лет, то это уже перегной, он почти похожий на землю, но все-таки специалисты рекомендуют, что хоть немножко, но хорошей земли должно там быть. Но если вы высаживаете куда-то, например, в открытом грунте, вы сверху наложите этот навоз, а потом с землей перекопаете, перемешаете, но я не поняла, или вы имеете в виду стаканчики для огурцов. Если стаканчики для огурцов, то лучше земли все равно немножко добавить. Ну, это я так думаю, не знаю, может быть, если вы попробуете в одном перепревшем навозе без земли, может быть, оно тоже растет. Просто я никогда в жизни так не пробовала, мне даже мысли не приходило, я всегда все равно разбавляюсь с землей. Так, вот про этот, про парничок стальной. Пишет Татьяна, я тебе лично парничок понравился, заходила на сан, но вы пенсия, Маланя, разбежишься. Ну, пенсия, конечно, мала, но вот вся эта покупка и чудо-теплица, и парник мне обошлась всего там в 10 с чем-то тысяч. Ну, 10 тысяч сейчас тоже не очень большая сумма, конечно, все это, если сравнивать с нашей пенсией, то, конечно, цена хоть на что большая? Хоть на шифонер, хоть на кухонный гарнитур. К чему бы не приложить нашу пенсию, везде она получается очень мала. Ну, а куда деваться? Вот у меня еще муж работает, так в сравнении с ихними зарплатами тоже кажется все дорого, потому что я вот говорила про крышу, копили на крышу, а я забрала на теплицу, вот теперь снова откладываем на крышу, сейчас ждем, когда он пойдет в отпуск, чтобы перекрыть крышу. Для нас все, вот для возрастных вот таких огородников, для нас все дорого. И теплица дорого, и парник дорого, и это дорого. Я сейчас поеду на следующей неделе шланги покупать, посмотрела цены, качественный, хороший шланг резиновый 3,5 тысяч стоит, и хочу этот все-таки аккумуляторный опрыскиватель, потому что я жука своего сломала, тоже от 3,5, а хороший за 5 тысяч, тоже дорого по сравнению с нашей пенсией. Ну что теперь, будем помаленьку, в один раз одно, в другой раз другое покупать. Да, вот пишет Татьяна Павлюченкова, правильно, живому человеку не угодишь, ну я когда говорила, жарко нам плохо и холодно плохо, при какой ночной температуре теплицы должны быть открыты, просто у меня не первый год. Вот смотрите, сегодня на улице 10 градусов, я теплицы не закрываю уже на ночь, потому что там все равно за день и грунт нагревается, и там теплее у них, 12-13 градусов внутри теплицы, все равно там чуть-чуть как бы свой микроклимат, но вот когда будет 6 градусов у нас через 3 дня, 6-7, тогда я возможно на ночь буду прикрывать, но это с условием, что рано утром надо снова их открыть, чтобы там не успело вот это вот нагреться, накопиться вот этот конденсат, лучше всего, конечно, идеальный вариант, когда они, двери открыты все настиж, когда все там проветривается, у нас там не должен быть застой воздуха, там должно быть все проветриваемое, мы не должны дать шанс фитофторе и другим грибковым заболеваниям там появиться, не надо провоцировать заболевание, лучше, чтобы Лариса Ильясова пишет, какая вы молодец, смотрю вас каждый день, поражаюсь, как вы все успеваете, видно весь день, как белка в колесе, да, да, это точно, или у вас есть кому помогать, но я уже говорила не раз, помогать мне некому, у меня муж работает, дети живут уже все отдельно, вот сейчас сноха, Марик вырос, после того, как он пошел в садик, появилась возможность, она же сидела с ним в декрете, не работала, и помочь прийти тоже не могла, вот сейчас она стала приходить ко мне помогать, но помощь еще такая как условная, она мне, конечно, с одной стороны помогает, а с другой стороны у меня ровно столько же времени уходит на ее обучение, чтобы объяснить мне, как помочь, чтобы она смогла мне помочь, мне сначала ее нужно научить, вы понимаете, что человек первый раз в огороде, столько времени находится, и это помощь, ну как, да, помощь такая, что в прошлом году я этот же объем, в это же время сделала все в одно лицо, нынче мы бьемся вдвоем, и сделали столько же, но это потому, что обучение все равно затормаживает, что-то приходится возвращаться переделывать, был даже у нас случай, вот два дня назад, когда я пришла, и снова все эти саженцы, которые она попыталась посадить, мне пришлось их опять изымать из земли, потому что она совсем не заглубила корни наружу, и человек тогда еще не, он не знает этой всей теории, всего объема, она не понимает, что на стволах должны новые корни образоваться, что их нужно заглубить, что эти корни, которые наружу, при первой жаре, будут ожоги, будет растение страдать, и вот пока это назад выемку сделаешь, пока все это объяснишь, пока еще раз покажешь, время уходит, так что насчет помощи только обучаемся, на будущий год, может быть, будет помощь полноценная, откатит, но она старается, я надеюсь, что года два-три, и она будет такой же огородницей, как я, вот смотрите, пишет Светлана, наверное, на этом я и закончу, потому что надо уже идти в огород работать, я сегодня решила прям пораньше, прям с шести утра записать видеоролик, выложу, конечно, я вечером, ночь, но просто за день наработаешься, каждый день думаю, вот сегодня надо на комментарии ответить, вечером приползешь с огорода, уже нет желания, нет даже у языка способности разговаривать, так, пишет Светлана, подскажите, пожалуйста, сегодня 22 мая обработала томаты от болезней и вредителей, через какой период можно обработать бором, уже начали цвести, вот смотрите, обработки, конечно, одну на другую лучше не накладывать, не совмещать, вообще, если, например, смотрите, если одна и та же направленность, вот от болезней, один раз обработали, рекомендуется обрабатывать через 14 дней, но если у вас другое, вот от болезней обработали, а нужно следующее, как я поняла, для завязываемости вам, для повышения вот урожайности бором, чтобы они не были пустоцветами, то минимум 3 дня нужно выждать, потому что ну, так рекомендуется один на другой накладывать, сейчас за 3 дня то, что вы сделали обработку, вот это усвоится, потом уже опрыскайте бором, конечно, какой-то перерыв нужно делать, я стараюсь чередовать через неделю, неделю одна, потом через неделю другая, а через неделю другая, если про опрыскивание мы, конечно, имеем ввиду, вот Ранзеля пишет, думаю, перцем очень понравится, я, похоже, сама на дугах собираю, вот я эти дуги собирала в течение 20 лет, да, сейчас, просто у нас, видели вы, наверное, какие у меня дуги, они все разные, разномастные, так это, а тут я посмотрела на него этот агрощит, он такой аккуратненький, ну, фабричная работа есть фабричная, он такой красивенький, меня только смущает вот эта кипельно-белая вот эта вот агро, вот эта накрывашка-то, этот райзенхаузер, ткань-то, я думаю, что если сейчас начнутся дожди, будет же все равно брызгать от земли, что он весь уляпается, и вся вот эта вот белизна, вся красота пропадет, ну, куда деваться, будем стирать, окруное я стираю каждый год, но сейчас, пока он новый, такой красивый, я хожу, хожу по огороду и опять к нему возвращаюсь, полюбуюсь, так посмотрю, там перчики у меня, баклажаны, опять поработаю, поработаю, я вчера говорю, в теплице работала, как кукушка высовывалась, то попить хочется, высунешься, то там вытащить эту зелень, и вот очередной раз, когда выйду из теплицы, раз зайду за теплицу, полюбуюсь издалека, то с одной стороны, то с другой, посмотрю на этот агрощит, на парник-то, ох, красота, они там сидят такие перцы, но они сейчас хоть свои перчины выкормят полноценно, я же с этими уже, с перцами высадила, показывала, прям перцы висят полноценные, и ведь ни одно растение не сбросила, хотя вот как пишут многие же, что не хватая силы в стаканчиках, они сбрасывают, фиг, вот что завязалось, все висит на них, сейчас буду, конечно, стараться сохранить, чтобы эти перчины были первые, самые ранние, почему-то в стаканах перчин даже больше, чем там, где у меня высажено в теплице, ну, как на постоянное место, все, сейчас вот последнее прочитаю, а что сделать, что делать с лапками под 90 градусов, которые надолго, если не закрепить, то летит теплица, я не знаю, мы пока просто закопали, прикопали, если будут уж сильные ветра, я еще, знаете, на что надеюсь, он же у меня, видели, как стоит там в углу, как бы в закутке, у меня с этой стороны забор от него, прям вплотную, а с другой стороны соседский забор, где я показывала, там старые у них строения, это вот эти полуразрушенные, и там, может быть, сильно ветер его не будет поддувать, но это будет, вы знаете, я же еще ничего не знаю о нем, это будет все в процессе, вот за сезон, я посмотрю, как он себя ведет, надо ли дополнительные или нет, на чудо теплицу мы однозначно сразу дополнительные якоря поставили, потому что само строение, насколько я знаю, оно вот этот купол, оно больше шансов, что оно улетит, а вот это же будет у меня открытый один полок, он будет продуваемый, и не это, и вот Галина пишет тоже, кусочек вашего Алтая теперь по всей России у блогеров, очень многие получили на обзоры и установили, ну вот, а мне не повезло, я, видите, я еще до того, как ко мне обратились, я успела приобрести, я уже объясняла эту ситуацию, я сначала купила, они же там покупатели не проверяют, но заказали, заказали, купили, они выслали, потом, когда долго не было, из-за коронавируса, вот эта вот доставка задержалась, я им позвонила и сказала, ну что такое, я вот выписала, мне надо уже обзоры, я зрителям своим пообещала, и тогда только они узнали, что есть вот такой блогер, они меня и не знали, и в упор не видели, потому что я не такой уж, как сказать, блогер, чтобы обо мне все знали, и потом они уже вышли на меня, когда позвонили, говорят, ой, да мы бы вам дали, ну уже все, ну а теперь договорились на будущее, если мне понравится, тогда я сделаю рекламный ролик, потому что смысла нет рекламировать, и, как вот сейчас говорят, эта реклама, и что-то людям предлагать, когда ты сам еще не попробовал, я всегда говорю, это у меня впервые, я сама еще не знаю, как оно себя поведет, пока я за ними наблюдаю, вот за чудо теплицей, за агро-счетом, если понравится, с удовольствием, и рекламу сделаю, и, может быть, даже еще какой-то продукт у них приобрету, если предложат бесплатно, возьму и бесплатно, да, я не отказываюсь, что, ну как, я не буду отрицать, что нет, я вот до того, там такой человек, что мне не надо, мне сейчас вот предлагают, это интересно, ну еще минутку, предлагают на обзор, какую-то палатку, для выращивания растений в комнате, как рассады весной, с какой-то чудо-лампой, и даже не наша, а какой-то из-за границы, так а мне я сама заинтересовалась, если вот мне предлагают вещь, которая мне интересна, и которую я сама хочу испытать, но о которой я даже не слышала, и я сама бы ее не приобрела никогда, потому что я не шарюсь по интернету, я не ищу вот это вот какие-то, как устройства для выращивания рассады, какое-то специально, у меня же все просто, стеллаж купила, на стеллаж лоток поставила, сверху лампы дневного света, у меня очень все примитивно, и я всегда считала, что если и так растет, пойдет и так, но вот посмотрев эту палатку, я не знаю, как она называется, палатка, не палатка, она форма как холодильник, открываешь холодильник, в холодильнике лампа, и там растет рассада, но очень интересная, необычная, потому что импортная, наверное, потому что не наша, и у нас так не выращивают, но мне самой стало интересно, и я вот сейчас, мне правда некогда вступать с ними в переписку, я еще не дала никакой ответ, но скорее всего, я ее возьму, и буду испытывать, и вам еще покажу, и не считая в этом ничего плохого, я возьму ее совершенно бесплатно, и буду делать обзоры, но для меня, для самой это интересно, я сама хочу, как и свой кругозор расширить, как можно, может быть, там действительно создадутся такие идеальные условия, что захочется самой потом приобрести еще одну такую, или что-то, ну, короче, реклама, это ведь медаль о двух сторонах, иногда это реклама, когда просто толдычут, вот кто имеет вот эти интернет-магазины, мне это не очень тоже нравится, когда блогер, начиная рассказывать о посадках, всегда говорит, вот этим средством, если вы не польете, у вас ничего не вырастет, а это средство можно купить у нас, вот это явная реклама, целенаправленная, а так как я ничего не продаю, я ничего не рекламирую, но вот эту палатку для выращивания рассады, мне охота посмотреть с какой-то чудо-лампой, охота испробовать, и это тоже будет считаться, конечно, рекламой, хотя я ими и не торгую, но я хотя бы для вас тоже, для зрителей расскажу, что есть еще и вот такие какие-то чудесные приспособления, которые, возможно, вот до нашей провинции точно никогда не дойдут, у нас ни в магазинах это продаваться не будет, и никто у нас так не выращивает, но мне интересно посмотреть. все, до свидания, на этом я заканчиваю свой длинный такой рассказ, много отступлений, некоторые пишут, что у вас много отступлений, но кто меня давно смотрит, вы понимаете, что без этих отступлений это буду уже не я, многие хотят меня подстроить, вот зачесать под одну гребенку, чтобы я была такой же, как другие блогеры, но я никогда такое уже не буду, меня уже не переучат, я эмоциональный человек, вот как пишут, с долей романтизма, с поэтическими высказываниями о растениях, вот с такими отступлениями лирическими, все, это я, на 50% у меня отступление лирика и романтизм, и только на 50% вот остальное, что по делу, но кто меня смотрит, кому это нравится, тот будет смотреть, а кому не нравится, будут находить других авторов, конкретных, без воды, без отступлений, вот Мила Нартова пишет, любую из местных с вами, тоже нравится после дождя выходить в огород, Ольга Павловна, у вас есть видео, как вы высаживаете это на улице, хотелось бы посмотреть, у себя посадить, да, я хочу сегодня специально снять видео, чтобы люди научились искать информацию у меня на канале, у меня так много информации на канале,